Устрые кишечные инфекции бывают вирусные теологии, бактериальные теологии. Но, тем не менее, клиника у них, как правило, одинаковая. Начинается все с повышения температуры тела, рвоты и жидкого стула. Я хочу сказать, что самолечение при этих инфекциях недопустимо, потому что опасно тем, что может сформироваться носительство. Очень часто носительство формируется при дизентерии, при сальмонелиозной инфекции, которые относятся к группе бактериальных, острых кишечных инфекций. К этой группе также относятся бактериальные инфекции, вызванные условно-патогенные микрофлоры. Это протей, энтеробактер. То есть эти микробы в норме, если у человека нормальный иммунный ответ, если в организм попало недостаточное количество возбудителя, и с ним организм справляется, они могут и не вызвать заболевания. Но если же иммунный ответ недостаточный, если большое количество этого возбудителя попало в организм, то человек может заболеть. Вирусные инфекции – это другая группа кишечных инфекций. Если острые кишечные инфекции, вызванные бактериями, передаются через пищу, через воду, контактно-бытовым путем, то есть через грязные руки, то вирусные инфекции могут в некоторых случаях передаваться и воздушно-капельным путем. Поэтому, переходя к профилактике острых кишечных инфекций, хочу сказать, что основное – это, конечно, соблюдение правил личной гигиены. Детям необходимо прививать все эти правила личной гигиены, то есть в обязательном порядке мыть руки перед едой, мыть руки после туалета, потому что возбудитель, как правило, содержится в кале. Человек, если не соблюдает правила личной гигиены, после туалета не вымыл руки, вот он как раз и является у нас источником острой кишечной инфекции. Заразиться можно через пищевые продукты. Каким образом? Опять же, если пищу готовил человек, который не соблюдает правила личной гигиены, заразиться можно через пищу, если она не соответствует по срокам годности, то есть уже там происходит размножение кишечных бактерий. И, конечно, заразиться можно, если там накапливаются токсины. То есть отдельная группа кишечных инфекций – так называемые пищевые токсикоинфекции. Предположим, есть такой микроб золотистый стафилококк, который может вызвать пищевую токсикоинфекцию. Он попадает, если в продукт, его излюбленные продукты – это сладкие кремовые изделия, мясные изделия, как и для сальмонелл тоже. И там накапливается его токсин. Так вот, при пищевых токсикоинфекциях в основном бывает рвота без жидкого стула, высокая температура. К профилактике острых кишечных инфекций также относится правильное хранение продуктов. То есть продукты, которые особо скоро портящиеся, их обязательно хранить нужно в холодильнике. Но при той температуре, которая указана на этикетке, если вы купили какой-то продукт. Правила приготовления продуктов. То есть в обязательном порядке должна быть достаточная термическая обработка, предположим, мясо. Потому что если в мясе есть сальмонелла, то недостаточная термическая обработка может опять привести к заболеванию. Хочу сказать, что вот очень часто летом у нас регистрируются сальмонеллезы, относящиеся также к группе кишечных инфекций. Они в основном передаются через яйца, через мясо, птиц, которые в хозяйствах, если регистрируется сальмонеллез, то можно заразиться через яйца и через птицу. Все продукты, которые идут на рынок из государственных учреждений, из учреждений частных, которые находятся под контролем Роспотребнадзора, ветеринарного надзора, они всегда контролируются на присутствии сальмонелл. Поэтому здесь мы, в общем-то, спокойны. Но из частных хозяйств на рынок очень часто попадают недоброкачественные пищевые продукты. Поэтому основная профилактика заболевания, связанных с такими продуктами, ни в коем случае не покупать продукты на неорганизованных рынках. Еще один момент. Заразиться кишечной инфекцией можно через воду. То есть недоброкачественная вода может явиться фактором заражения. В городском округе Электрогорск вся вода поступает из подземных источников. Она артезианская. Она контролируется специализированными организациями, которые отвечают за водоснабжение населения. И в том числе контроль проводится Роспотребнадзором. Но если вы отправляетесь куда-то в поход, куда-то уезжаете, где в тех населенных пунктах есть недоброкачественная вода, мы рекомендуем пить только кипяченую воду и ни в коем случае не употреблять воду из водоисточников, которые не контролируются. Заразиться через воду можно также таким серьезным заболеванием, как брюшной ТИФ. Сейчас это очень редкое заболевание, но тем не менее профилактика здесь, конечно, прежде всего. И к группе кишечных инфекций также относится вирусный гепатит А. При вирусном гепатите А возбудитель попадает во внешнюю среду с мочой и скалом. То есть, опять же, профилактика этого заболевания, соблюдение правил личной гигиены. Должна сказать, что заболевание очень серьезное и страшно то, что человек становится источником инфекции где-то за неделю, за две до того, как он заболел. Ни в коем случае не покупать бахчевые культуры на развалах, вблизи автомагистралей. Ни в коем случае нельзя покупать бахчевые культуры в разрезанном виде. Если вы видите, что отсутствует вывеска, кто индивидуальный предприниматель или юрлицо, которое торгует этими бахчевыми, у вас также должны возникнуть вопросы к ним. У продавца, который торгует, должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены. И должны быть документы на бахчевые культуры. Это фитосанитарная справка, в которой имеются сведения о том, что в хозяйстве, где вы выращены бахчевые, отсутствовали болезни бахчевых культур, что не применялись пестициды запрещенные. И должна быть декларация соответствия на бахчевые культуры. Добросовестные продавцы могут вам также представить справку об отсутствии нитратов в этой продукции.